Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и мольбы нашему господину и пророку Мухаммаду и его семье и сподвижникам. И еще Всевышний сказал Правдив великий Аллах. Мои дорогие братья и сестры, во-первых, ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. В Лондоне могли бы и лучше ответить. Для Лондона можно и получше. Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракатух. Вот, хорошо. Брат один перед лекцией сказал, жену привел сюда. На эту лекцию. Я говорю, не, это она тебя привела. Понимаете, да? Здесь обеим сторонам будет что послушать. Братья и сестры, вот хочу вам сказать я. Это одно из самых больших решений в жизни. Решение жениться. И вот это вот большое решение должно быть, инша-аллах, правильным решением. Правильным должно быть. А то многие из нас делают неправильное решение. И в итоге, по прошествии времени, жалеют, кусают локти. Вот первое, о чем я хочу вам сказать. Брат ко мне пришел, говорит. Говорит, мол, шейх, я тут это, жениться хочу. И вот, надо бы невесту мне подыскать. Я говорю, ну, хорошо. Какую ты ищешь? Он мне привел список критериев, по которым ищет. Ищу женщину. Думаю, причисто Аллах. В 19-20 лет говорить женщина. Ну, это, конечно, вау. Вот по поводу этого, да, хочется сказать, причисто Аллах. Ну вот, значит, ищу женщину. Говорит, она должна быть... Красивой. Умной. Которая будет о нем заботиться. В общем, вот так, качества разные. Я говорю, брат, есть такая. Он говорит, шейх, где? Я говорю, она в раю. Потому что первая проблема, которую ты сам себе создаешь, мой брат, моя сестра, это то, что ты начинаешь искать идеального человека. Идеального человека найти хочешь. Потому что ты думаешь, что сам идеален. Обращаюсь к вам, кто не считает себя идеальным, поднимите руки. О, боже, все еще есть люди, которые такие... О, боже! Поверить не могу! Если вы серьезно идеальным себя считаете, на другую планету дуйте. Потому что весь этот мир полон несовершенных людей. Идеальными только пророки были миром альбы им всем. И они ушли из этого мира, больше пророков не будет. То есть идеальные закончились. Все. Ты не идеален. И ты ищешь не идеального человека. Вот с этого надо начинать. Если хочешь жизнь наладить, с этого начинай. А то, если будешь ставить такую планку, типа найду такую, эдакую, вот такую, в итоге знаешь, что получится? Ты просто разочаруешься. Потому что ты уже недоволен тем, что у тебя есть. Вот я вам говорю, во многих браках люди живут, как на американских горках. Потому что недовольствуются. Вот она своему мужу говорит. Вот у папы 60-дюймовая плазма. А у тебя экран 24 дюйма. У моего папы кожаные диваны. А у нас тут тряпошные. Меня папа на выходные всегда куда-нибудь возил, когда я девочкой была. Много лет подряд. И парню хочется сказать, я тебе не папа. Я не твой папа, серьезно. Если у вас будут завышенные ожидания во всем, жизнь вас будет разочаровывать. Если завышенные ожидания будут у вас к окружающим, разочарованными останетесь. Это факт. Нужно ожидать малого. Рассуждать так, ну, может у меня и не будет многого. И тогда, что бы вы не получили, вы обрадуетесь. То есть, этот мир не рай. В детстве нам рассказывали истории. Сказки. И чем заканчивались все эти сказки? Одной фразой помню. И жили они долго и счастливо. И ты такой... Когда я вырасту, буду жить долго и счастливо. Не будешь! Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не понравились.